Давайте познакомимся или вспомним систему доменных имен. Вообще система доменных имен создана для того, чтобы разрешать имена. Дело в том, что мы используем IP-адреса, но IP-адреса, во-первых, вещь не фиксированная, то есть один и тот же хост может в разное время иметь разные IP-адреса, то есть нет никаких этому препятствий. И второе, не очень хорошо запоминается, если вы не специалист по цифрам. Значит, у нас задаются имена доменные и, собственно, DNS, система доменных имен, для того, чтобы преобразовывать доменные имена в IP-адреса, ну и обратно, реверсивно. Доменные имена у нас строятся иерархически, то есть у нас есть верхний домен рутовый, отображается в виде точки, и дальше у нас идет дерево со всеми остальными доменами. Система доменных имен распределенная, у нас есть несколько корневых серверов, которые синхронизируются друг с другом и, таким образом, имеют некую соответствующую друг другу консистентную информацию. Соответственно, зоной является описание некого домена и, естественно, что каждый домен может иметь несколько поддоменов. Вот так вот это примерно выглядит. Тут на что интересует? Ну, обычно всех интересуют домены первого уровня. Корневой домен обычно не прописывает, но это при обычной записи. Если мы записываем конферкационные файлы, то обозначение корневого домена или точка в конце является обязательной, иначе могут возникнуть некоторые ошибки. Ну и, естественно, домены первого уровня считаются самыми интересными, самыми важными. Ну, естественно, чем длиннее адрес, тем труднее его запомнить и записать. Домены первого уровня у нас разделяются на специальные домены, ну, скажем, орг, нет, ком и так далее. Семантику им уже приписывают от их использования. То есть, если у нас домен называется ком, это не обязательно там будут только коммерческие фирмы или орг не обязательно некоммерческие организации. Ну, так принято, и если мы будем коммерческую организацию засовывать, скажем, в Эдюкейшн, то это некий когнитивный диссонанс вызовет у людей, которые будут пользоваться этим адресом. Есть зоны по государствам, например, РУ, ну, в России две зоны, еще СУ, Совет Юнион, зону СУ должны были отдать, в начале 2000-х годов. Ее даже Южному Судану хотели отдать, но в результате так и не отдали. Она есть и считается сейчас достаточно престижной. Значит, Эдюкейшн зона для образовательных учреждений. Особенностью этой зоны является то, что просто так завести домен не нельзя. Нужно подтвердить, что это образовательное учреждение. Но это было не всегда, это появилось в конце 90-х годов. Ну и в результате в России не все ВУЗы, все, не только ли все ВУЗы имеют зону Эдюк. Тут в России была обведена зона Эдюру, зоны, значит, второго уровня и дальше уже идут под домену третьего уровня. Такие зоны, вот, например, Эдюру, она для образовательных учреждений была бесплатная. То есть оплачивать эту зону не надо было. Ну, а вообще, конечно, если вы купили какое-то доменное имя, фактически зону, то вы должны каждый год оплачивать. Цена зависит от престижности домена. Ну, престижность, как выражается, трудно сказать, но цена может скакать очень сильно. Ну и кроме того, всякие говорящие имена, совпадающие с торговыми марками, тоже стоят достаточно приличных денег. Ну вот, например, нас интересуют наши домены, например, ВВВ в зоне Эдю, вы видите, вот она вот, домен третьего уровня. Или ПФУ, это наш старый домен ПФУ Эдюру, People's Friendship University. Тут были поддомены по факультетам или по каким-то еще группам, например, ПСИ по ФВУ Эдюру, факультет, естественно, научный и так далее. Ну, сейчас у нас домен РУДНРУ. Ну и, соответственно, принято организационное решение делать плоскую систему имен, то есть мы в РУДНРУ поддоменов не делаем, а просто называем хосты. Ну, и хост, он одновременно является и доменом третьего уровня в данном случае. Хосты в зоне РУДНРУ. Для того, чтобы поддерживать работу ДНС-системы, используются ДНС-сервера. ДНС-серверов достаточно много разных видов. Софта имеется в виду. Самый распространенный это BIND, это первый у нас ДНС-сервер. Ну, что можно про него сказать? Он достаточно универсальное решение, поддерживает в рамках Legacy разные решения предыдущих систем, например, конфигурационные файлы. Есть большое количество других вариантов ДНС-серверов, но они обладают какой-то специализацией, например, или обрабатывают очень много запросов, или, например, поддерживают только маленькие сети, или делают только каширование, или совмещенные с DHCP-серверами, в общем, вариантов куча. Но мы считаем, что BIND это некий сервер стандарт де-факто, то есть вы можете применять потом любой другой ДНС-сервер, но как работает и конфигурится BIND вы должны представлять. клиенты это или программа, или реализованная в библиотеке процедура в EGLEPSI, например, реализована процедура запроса ДНС, даже в ядре можно реализовать, есть такая возможность реализации в ядре ДНС-запросов. она опрашивает ДНС-сервера, опрос идет по иерархии, и в ДНС-серверах информация хранится не просто соответствие IP-адрес, имя, но и дополнительная полезная информация, так называемые ресурсные записи, ну и в результате мы возвращаем информацию в программу, которая это затребовало. У нас есть три вида ДНС-серверов, это первичные сервера, вторичные и каширующие сервера. Первичные назывались раньше мастер-вторичные слойф, но поскольку у нас эпоха политкорректности, то мастер переименовали в праймаре, а слойф переименовали в секондри. Это не принципиальные вещи. Мастер держит авторитативную зону, то есть мы ему доверяем, он держит эту информацию, мастер-один может быть, но тут как у нас, слойф копирует зону мастера и в принципе делает ее бэкап, то есть это как бэкап-сервер. Если меняется зона на мастере, то он посылает сообщение слойфу, тот ее быстро перетягивает к себе. таким образом, когда отваливается мастер, у нас подключается слойф в вторичный сервер. Вторичных серверов может быть несколько. Скажем, они могут расположены быть в разных сетях или в разных географических зонах, но если мастер один, то вторичных несколько. и кэширующий сервер это для клиента самый важный сервер. Это сервер, который сохраняет ранее введенные запросы, но чтобы каждый раз не осуществлять поиск по всему дереву DNS, мы сделали запрос, сохранили его и потом пользуемся им. Соответственно, каждая запись должна иметь время жизни, тайплайф, после которого она должна быть выброшена и запрос должен быть повторен еще раз. Мы можем передавать зону между серверами, для этого мы в конфигах разрешение делаем, по умолчанию. Если нет никакого разрешения, любой может стащить вашу зону, это не секьюрно, поэтому по умолчанию мы запрещаем трансфер зон, а разрешаем только вторичным серверам стягивать полностью зоны. сервером, естественно, чтобы вторичный сервер держал всю зону и в случае проблем с первичным сервером вся информация была с него. домен может порезать на кусочки под домены и раздать ответственность другим организациям, делегировать под домены. ну вот очевидно на фоне доменов верхнего уровня не будет же сервер домена.ru держать все домены всей страны. Нет, конечно, он делегирует другим серверам, соответственно, там обозначается, что это мастер сервера данного под домена и они содержат надежную информацию. запрос у нас может быть не рекурсивный и рекурсивный, но рекурсивный это стандартный тип запроса, когда мы обходим все дерево и получаем информацию последовательно, то есть по всем доменам. Ну и не рекурсивный это прямой, мы попали и сразу получили всю информацию. Нужно, конечно, ориентироваться больше на рекурсивные запросы, ну естественно, если у нас авторитативный сервер, то он держит сам всю информацию, он основной сервер это зоны праймари или секондри. А не авторитативный это, ну скажем, который тут даже и вторичный может не иметь авторитета, то есть он кэширует зону, но он не является официально вторичным. Ну и кэш сервера. Это значит, что мы получаем информацию, которую он сам получил с других серверов, официально его зона, которая в нем находится, не является авторитативной. Ну и вот у нас пример рекурсивного запроса. Это предположим, что мы не имеем никакой информации о хосте, мы запрашиваем телесиспов и логеру, не имеем никакой информации ни о зоне этой, ни о хосте, и мы начинаем сверху, то есть с рутового сервера. Рутовые сервера имеют адреса серверов доменов первого уровня, и мы так вот спускаемся до RU, потом RU естественно имеет список IDU, IDU имеет список PFO, а PFO имеет уже все нижележащие, то есть вот так вот мы кусочками рекурсивно получаем полный адрес. Ну, в результате, конечно, если у нас сервер каширующий, то он оставит этот адрес UCI, и этот адрес будет жить время жизни. Время жизни обычно не должно превышать трех суток, по истечению половины времени жизни, то есть полутора суток, должен переповторяться запрос, то есть период полураспада прошел, если у нас специальные адреса, ну, скажем, вы зарегистрируетесь в Wi-Fi сети, вы, естественно, получили IP-адрес и имя в этой сети, но вы не будете же три дня торчать в этой сети, поэтому тут мы ставим меньшее время жизни, ну, скажем, три часа поставим и каждые полтора часа перезапрашиваем, ну, вы можете столько и не находиться в этой зоне. Какие основные характеристики собственно ДНС, протокола и хранилища? Это у нас распределенность хранения информации, информация хранится на большом количестве хостов, в результате, если у нас часть хостов погибнет, то информация сохранится, ну, и кроме того, они распределены географически, то есть урезать доступ к ДНС информации достаточно сложно, оператор естественно это может сделать, но это конечно доступ именно к конкретному клиенту, то есть он режет для конкретного клиента, само ДНС не страдает, а клиент страдает, но для этого у нас есть более хитрые протоколы, сейчас надряется протокол ДНС Овер HTTP GeoH он криптуется, поэтому оператор связи не может понять, кому был запрос и отфильтровать его, если оператор связи фильтрует только ДНС адреса, то вы естественно попадаете на сайт, который пытается ограничить оператор связи, но зачастую оператор связи обрезает и проход по определенным IP адресам, то есть у него база не только ДНС имен, но и IP адресов. Информация кашируется, понятно, чтобы быстрее доступ был, иерархическая структура, ну очень удобная иерархическая структура, правда нельзя сказать, что она совсем хороша по быстроте доступа и так далее, но это как дискуссия между реляционными иерархическими базами данных, но в принципе тут интересно, что реляционные базы данных и плоское табличное представление, они во-первых сами усложняются, а во-вторых как вы знаете, они заменяются на новые сколь базы данных, которые фактически являются вариантом иерархической структуры. Так что на разных, в разное время у нас то иерархическая структура имеет преимущество, то плоская, но нельзя отказать в иерархической структуре в очень простой масштабируемости, поскольку сама DNS структура у нас строилась так, чтобы не иметь некого фиксированного центра, то простая масштабируемость очень полезна для данной системы. Ну и резервирование, primary и secondary очень делают отказоустойчивым нашу систему. метод г м м Продолжение следует...